похожим совсем не на кого ну вот так может быть может быть и так а куда тем не менее рафкат пошел куда а я не менее спасибо вам за то что вы нашли в этом вот это я читал это же я не от себя я вообще не имею привычки ни с чем ни с кем сравнивать ну просто потому что я считаю что музыка она такая какая есть если она хорошая то она достойна того чтобы ее слушать так будешь свой микрофон и дружище это давно эта тенденция чтобы там похожим быть на кого-то между собой поговорят по меткому выражению борхеса традиции становится весь универсум я теперь понимаю кто в этой группе должен разговаривать очень много да человек энциклопедический раз уж мы все же засну и заставили в некотором смысле вынудили его выйти к микрофону вы вернись назад пожалуйста дорогой вернись вот насчет винтажного инструмента зеленого цвета на котором стоит норд замечательный красный что это за байда такая но на самом деле это больше вопрос нашему гитаристу поскольку он инициатор того чтобы это байденью собственно звучало из моих пальцев поэтому так не называет атака она обидится я на свою гитару мусорный контейнер я сказал но он уже развивает то вот и что же она перестала играть то есть это все на самом деле очень живые вещи которые стоит я исправлюсь что это за прелесть такая зеленого цвета а что это за инструмент это уникальнейший удивительно красоты на самом деле орган юность причем шестьдесят девятого года первый советский вообще орган серийного производства всем знают ну все мы знаем орган то есть это самая это самая нет это не ионика это просто не ионика была гдр а это вот советская это то что осталось просто в единичных экземплярах уже и я понял чтобы нам его раздобыть буквально два года назад еще тогда можно было мы его привезли с украины вот самое удивительное все советские тогда музыканты они охотились за иониками инструментами типа покруче вот на такой мы играть не хотели сейчас все поменялось теперь музыканты современные ищут что-нибудь из той эпохи из советского времени чтобы на этом прекрасно звучать удивительно мы никогда не ценим того что есть руках да поющие гитары все время на них и играли вот на я скажу больше маврин до сих пор играет на гитаре урал и играет потрясающе вот 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 я поэтому и смотрю на гитару это не урал но тем не менее старший урал это 63 года кстати тоже раритет гдр-овская мигма до музеевских времен то есть все знают музеем и терну это и так далее а это вот до то что делали немцы но стилистика группа на в общем-то и предусматривает я так полагаю инструменты которых уже в принципе найти сложно как это хранить то все это же все требует определенного ухода и ремонта это требует ремонта но чем больше это ремонтируешь тем меньше уже приходится ремонтировать самое трудное это первый год наверное они каждые три месяца ломаются потом уже клавиши и клавиши и гитары кстати вот потом как-то уже легче но если гитара что случится могу подсказать у нас внизу шамраевский спасибо и мастерская мы с ними дружим именно потому что они очень хорошо делают свою работу друзья мои ну с кому пришла идея всего вот этого великолепия опять кирилл на самом деле не то чтобы прям именно мне изначально это был вообще мы все когда-то играли но почти все металл очень экстремальный вот я например играл в начале 90-х дес металл дес трэш металл никита по он до сих пор что подобное играет еще в каких-то прожить нет нет я не поверю тебе пока не услышь но это все записи такие же гитару тебя в руках она же не будет звучать это же педальчик нету не хватает я не останавливайся не останавливайся продолжай драк продолжать звуком то не звучит для этого нужно современную гитару distortion пониженный строй но тем не менее это сейчас показал как это делается а подожди секундочку вот эта метаморфоза перехода поздно скажем с такого тяжелого звука из такой тяжелой музыки вот в это тихое спокойное плавное течение а не такой уж кстати и спокойно если вот то что мы вчера описали это почти даст металл был но это мы сегодня не будем играть вы посмотрите например на группу опыт у них последние два альбома совсем винтажные почти как у нас потом игроке рим кинг римзон очень хорошо относились например где сметал ну просто почему опять же произошла такая метаморфоза может быть вам что ну я долго это занимался тяжелой музыки но было что и в группе их даже играл вот но в принципе интерес к ней начал терять середины 90-х то есть почему мне мое такое мнение что она себе жила где-то году в девяносто третьем по большей части то есть все что там есть хорошие это 69 года по девяносто третий но вот а дальше уже пошли повторы повторов и как бы вот это вообще металл много потерял когда лишился панковской составляющей панковской и вот такой бесшабашный как у ранних мэйден например а кто тебе мешает ее не терять мы играешь всеми разом как я же это делала и никому не надо было понимаете все же вот теперь причесана поднайд тыши и так далее секундочку секундочку никому не надо было а это кому-то надо давай честно а это надо в первую очередь мне вот и все так и говори что у тебя это надоело просто тебе перестала это радовать но перестала быть кому-то нужным меня не убеждает эта фраза но никак не логично в принципе но тут еще второй момент что не хочется все время играть в одни и те же игрушки есть одну и ту же пищу то есть интересно вот за жизнь успеть попробовать разные вещи тем более что ну как-то металл это одна единственная краска это человек не может быть все время в агрессии находиться он должен быть в принципе разным то есть если например писать саундтрек да тут здесь металл здесь не металл здесь еще что-то но когда ты играешь группе ты не можешь себе позволить такую широкую концепцию все-таки значит у тебя просто вообще не будет никаких слушателей поэтому поэтому все-таки есть какие-то форматы вот тем более что это непосредственно не из металла произросло это у нас был ансамбль via дикие гитары где мы играли артемиева рыбникова глоткова наших замечательных композиторов вот но в первую очередь глоткова с артемиум вот и какой-то момент мне и наскала кирилла давай сделаем собственно вот у нас есть музыканты есть аппаратура нет ты сказала давай сделаем проект духи сержи генсбура и так далее вот я подумал а давай действительно давай ну собственно вот и сделали но мы сейчас немножко ушли уже от стилистики генсбура сейчас ближе к психоделике но впрочем изначально это было и по моему и сейчас тоже присутствует психоделический сбор это тоже интересно мне кажется он и был по сути дела психотелический я имею ввиду в том виде в котором вы это делаете потому как лично мы стоим на той позиции что музыка должна быть разной разнообразной и всему в программе живые пять раз в неделю совершенно разные коллективы с абсолютно разным музыкальным подходом совершенно разным музыкальным форматом слова формата терпеть не могу потому что она заезжена уже а вот что касается музыкальных стилей условно говоря то все очень разные очень классные чего такое последнее время вот мне иногда кажется вот я бы раньше был приверженцем как бы взгляда на то что есть стиле а сейчас мне вот кажется что слова стиле то один большой симулякор у меня какие-то играть не любит он больше ведь поговорить вот он рвется все ретик по образованию не жалко нету практику он тоже неплохой а судя по тому как он извлекает звуки вопрос другом редко встречать который без того чтобы давайте поиграем ушел к микрофону разговаривать не не уходи так раз пришел уже тогда стой раз уж пришел давай поговорим скажи пожалуйста ты ты чего делаешь в этом коллективе ты человек с таким высоким образованием с интегрометикой памяти но мы с кириллом как бы старые друзья по группе санта мария которые у меня это у нас было когда я учился на четвертом пятом курсе консерватории собственно говоря как то вот мы с тогдашней подругой зашли в музыкальный магазин я как бы разные клавиши стал пробовать а он там работал в этом магазине и собственно мне предложила поучаствовать про это я думаю а где название это раньше слышал потом узнал что один этот дирижер хоровик из консерватории он вокалистом тогдашнем был в этом проекте а сейчас он поет это в крутых всяких хорах и даже ставит голос этим тем кто крутых хорах и поют так что из нашего металла родом даже мастера и потом никита не единственный человек у кого высшее образование вот у равката выше чем об этом подожди подожди нет меня не уходи нет мне потом мы образовываемся к образованию подожди мы вернемся к образованию просто редкий случай когда человек так любит поговорить как я скажи дорогой мой что касается консерватории ты закончил да я закончил 2006 году закончил то что ты играешь и вот то как ты играешь это все достижения которые были вложены в тебя именно учебы или сам пришел ну и то и другое вместе потому что но когда собственно учеба была я там что называется пытался применить свои вот какие-то взгляды то чего меня это интересовало в учебу я хотел чтобы было как-то вложено чтобы как раз это не был тот случай когда инициатива наказуема хотя он когда по предмету такому анализ музыкальных произведений или как его даже зовут анализ музыкальной формы в названии этого произведения много было всяких реформ в разное время он у студентов было написано на фарзац тетради анализ форм анализ форм как много дум наводит тон я писал курсовую работу где пытался вот написать академическим языком про то как форма эволюционирует собственно в руки вот там мне рецензент который кстати был тогда ректором консерватории стал уже министром культуры к тому времени александр сергеевич соколов сокол он мне справа мне сказал на самом деле вот ты пишешь и нету такого ощущения что консерватория как-то на тебя повлияло в дальнейшем при начале учился на ума постарайся все-таки учесть некоторые как бы вот некоторые аспекты именно те которые дает консерватория учел я постарался это делать и стараюсь сейчас например когда бывают мысли вспомнить теоретическое образование пусть даже как-то с первую очередь для себя но заниматься деятельностью научной что учел а он перестал быть министром культуры какой связь между этим он даже как министр кстати был очень одиозной фигурой это понятно если он меня он меня даже спросил такую вещь на защите диплома вот ты употребляешься в психоделика вообще скажи есть ли такое слово или нет или ты сам его кирилл волнуется смотри как кирилл не ругается нервничает кирилл так что я помню прекрасно эти моменты мне но я не думаю что его решили старого министра культуры именно за того что он не знает что такое психоделика отключите третий микрофон браво браво спасибо большое никита я думаю что следующие две песни мы будем играть без никиты но смысле между ними потому что он вернулся да 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 говори вернулся и пардон выпил всю воду простите забыл лиза принесите эти воды пожалуйста если можно с трубочкой так чтобы в принципе ему было удобно и не надо было отрывать руки от клавиш давайте петь дальше ребятки что это будет сейчас будет вполне традиционный рок-н-ролльчик как называется то латте как всегда живой звук в программе живые здесь сегодня коллектив инна пиворс поехали а а а а а и Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Дмитрий 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 Д что он танцевал рядового или, может быть, не совсем рядового матроса вот в этом спектакле, прежде чем стал исполнять главную роль там. — В общем, от матроса — это главная роль. — Каждый мечтал бы. — Захаров любит. — Ну, это такое прям какое-то завораживающее на самом деле. И, ну, такая история как-то совмещает в себе всё. И, ну, как бы такую лирическую, ну, тему. Не знаю, там что-то больше есть гораздо в этом спектакле, чем просто, вот, допустим, сценарий и музыка даже. Вот что-то такое из души. — Угу. — Вот. — Ещё антрепризы и ещё много других спектаклей, правда? Сейчас театр в жизни присутствует? — Не, ну, как без театра? Театр, он всегда был, есть и будет. — Так, подожди, ты больше поющая актриса или певица, играющая в театр? — Вот здесь как раз можно отступление сделать в сторону, когда вы спрашивали, как образовался наш коллектив. — Со мной на ты можно. — Я тебя умоляю, ну не могу я так. — Дело в том, что я играла ещё в одном замечательном спектакле под названием «Тиль», «Тиль и Люншпигель», да? Вот. Играла роль Нелли, тоже с Николаем Петровичем Гораченцевым. Вот. Единственное, что, конечно, там вот недолго пришлось, у нас был пожар, и этот, к сожалению, спектакль, ну, как-то почему-то решили не восстанавливать, уже и сняли его с репертуара. Вот. Но некоторое время я всё-таки там играла и исполняла тоже одну песенку Гладкова, песня Нелли. Таким образом, продюсер их группы предложил мне… — Продюсер какой группы? — Дикие гитары, о которых рассказывал. — Дикие гитары, о которых рассказывал. — Приспеча вот этого коллектива. — Да. Почти, что состав, почти весь состав здесь присутствует, за исключением… Ну да, теперь же бас. Вот. Ну, я пришла в этот коллектив, как бы спеть одну песню у меня пригласили, вот. Ну и как обычно это бывает… — И зацепилась. — Задержалась там. — И зацепилась. — Меня просто предложили. — То есть это ты расскажешь историю прихода своего, вот, собственно говоря… — Вообще, да, вот вообще и в группу, и вообще в… — В музыку. — В музыку. — Так-то я в душе всегда хотела петь. И, в общем-то, вот в театре пела, и в детстве в хоре пела. — То есть я пела главную партию в Яноне, а вот Женскую. — И вот некоторые в прямых эфирах говорят, а я в караоке пела, уже тоже такое бывает. В общем, везде, где только можно, я поеду. — А вот сейчас я, конечно, поступаю по-свински, но мне можно, я здесь, в общем, как-то у микрофона главный. — Да. — Прошу прощения. А нельзя кусочек какой-нибудь из кончиты? — О-о-о. — Ну так, я не прошу всего, ну хотя бы акапельно, потому что редкий случай, когда перед тобой, пардон, певица, чей голос нужно... — Это же святое. — Знает вся страна. Вот именно. Спасибо большое. Десять лет в ожидании прошло. Ты в пути, ты все ближе ко мне. Чтобы в пути тебе было светло, я свечу оставляю в окне. Двадцать лет в ожидании прошло, ты в пути, ты все ближе ко мне. Ты поборешь всемирное сло, я свечу оставляю в окне. Тридцать лет в ожидании. Тридцать лет в ожидании. Ну вот теперь. Ну вот теперь мы будем гордиться тем, что в программе «Живые». — Все еще живые. — Все еще живы. — Все еще живо «Юнона и Авось». Ну, потрясающий вокал у Калицки пишет Ля Тиняков. Ну, я же сейчас говорю, что Инна 10 лет исполняла роль Кончиты в «Юноне и Авось». «Юнона и Авось» спектакль культовый. И, собственно говоря, перед нами сегодня культовая актриса, культовая певица в своей собственной группе. Группа, которая была создана не ей, для нее, под нее. Вот удивительная, конечно, история. — Вообще-то ей тоже. Нами вдвоем эта группа была создана. — Не, а как она рассказала, так она пришла, спела одну песенку. — Это был все-таки другой костюм. — Вы ее зац... Неважно. Ваше знакомство состоялось таким вот образом. А дальше уже она, конечно же, могла, как женщина, сделать... Как ты любишь делать ручками, как ты так делаешь, да, вот. Сказать, мальчик, я, может быть, попоем со мной. Все. И мальчики сказали, ну как, как, нет? Как отказать ей? Ну, как это возможно? — Нет, ну это ложь вообще ужасная совершенно, потому что Кирилл сказал, что у меня давно-давно есть идея, как бы есть песни под проект, но никогда не было вокалистки. Вот, ну, просто на моем пути не попадался, не попадалась барышня или там, ну, у тебя раньше и вокалисты были тоже, которая могла бы вот исполнять это. Вот. Поэтому это как бы было уже само собой вот. — Как оно произошло, само собой случилось. — Оно привело и... — Не бывает случайностей, правда? В этой жизни случайностей так-так и не бывает. — Да, я тоже так понимаю. — Все, что происходит, все не случайно, оно запланировано, запрограммировано где-то там, а мы должны выбрать вот ту, наверное, тропиночку, по которой к этому выйти. Вот тропиночки мы выбираем сами. Иногда бывает ошибаемся. Но тут ошибка не случилась, слава богу, все сошлось. Надо петь дальше. Я имею в виду по программе, которая у нас запланирована. Что это будет? — Здесь у нас «Сноуин». — «Сноуин». — Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня... Все, отвлекаемся от юно на ось. Здесь сегодня и на пиворс. Поехали. Сноуин. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать на наш канал! 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 Западную Европу и, например, Америку и Новую Зеландию. Время у нас такое нервное, поэтому психоделика сейчас очень кстати. Вот, да, ну вот даже мэнстрим причем. Мы ничего специального, старого и нового не играем. Есть какие-то любимые группы, причем у коллектива достаточно разные, можно сказать, музыкальные вкусы, так скажем. Держи хорошо. Да, вот, но как бы, как я вот думаю, клавиши, они как были, черные и белые, они так как бы остались, они не менялись. Смотрим, как был черным. Так черным и остался. Классика есть классика. Ты об этом. Я о том, что да, в принципе, вот эту новую вещь, которую мы сейчас записали, похвастаюсь, это моя идея, я ее как бы родила год назад. Ну, Кирилл буквально тут же меня осек и сказал, что Инночка, это не твоя идея, это до тебя уже много-много коллектива вписала, а я уж придумала прям, как она с чего, как что-нибудь. Ландыш серебристый, смотрела? Да, я гений, нет, ты вор. Но это потому, что, может быть, ей-то приходят разные людям, разные людям одинаковые. Ну, я абсолютно уверена, что я ее родила. На мой взгляд, вот самое новое, наверное, что было в музыке, это был Антон фон Веберн, такой австро-немецкий композитор, вот, которого уничтожила война, что даже вот авангард академический, который был после этого, вот мне кажется, уже более новым он ничего не сделал. А Никитович человек благородный, он такие две песни выдержал. Я сказал, что две песни не много, так вот он все-таки выдержал две песни, пришел, спасибо тебе, дорогой, ты очень чуткий человек. Ну да, вот даже вот это и 70-е, и 80-е, это все как бы скорее вот комбинирование идей, которые были и до него, и во время него. Слушай, ты не пробовал преподавать? Я преподаю. А, все, спасибо. То-то, думаю, знакомые нотки такие. Не-не-не, это клево, я бы на такие занятия походил бы, потому что есть о чем, есть что послушать. Вы по возрасту уже не подходите. Другое дело, что сейчас мне приходится преподавать это в музыкальной школе, учиться всегда приятно. Так как маленькие дети. Но как-то, когда я это пробовал преподавать в таком рок-лицее «Красный химик», ну, там это учатся рок-музыканты, вот первый урок провел, у меня директор его сказал тебе преподавать в консерватории. Так, я это помню. Ну, теперь «Красный химик» лишился шикарного, я полагаю, преподавателя. Братцы, скажите, пожалуйста, а сколько по времени будет та композиция, которая будет звучать сейчас? Ну так, навскидку хотя бы. Минут пять, наверное, с половиной. Отлично, тогда нам нужно уже сейчас ее будет закончить. Час уже прошел, полпрограммы уже позади, вот так, на секундочку. Поэтому мы сейчас... Как это будет называться вещь? Сон. Это, кстати, песня на русском языке. Ну, если по названию верить, сон, да. Она на русском. Мы ее закончим, этот час, будет небольшой перерывчик, потом мы вернемся в студию, еще целый час у нас будет впереди к нашей «Вещи радости». Юна Пиварс, поехали. Как всегда, «Живой звук» программе «Живой». За веку и за мешок и шорохи ярких красок сполохи, узких красок сполохи, краски высохли и волшебная зазвучала музыка «Клависи со скрытой» «Кто был здесь за нас?» А был мы однажды целый час Как близошел снег В тайну моя тень на стене «Все забудется» «Этот сон» «Не оставит их следа» «Не оставят их следа» «Те, кто после» «Нас будут в нем бродить» «Нас не зная, но один» «Час заброним мы для них» «Час забудем мы для них» «Мужей» «Не Dutch» «Ра���мо dangerous» «Час пробуем» « zł aveю» «Лыгий» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» оно хорошо, они классные, они качественные. Но вся фишка в том, что если, например, музыка развивается, скажем, американская музыка, да, рок-н-ролл, пардон, да, начиная со спиричуэлов и так далее, это их традиция. И до сих пор их певцы кантри, а когда я узнал, что такое кантри на самом деле, мы как-то привыкли к тому, что кантри — это банджо, я включил как-то кантри радио американское. Я вот это вот банджо услышал один раз в десяти песнях, всё остальное к кантри, как мне казалось, не имеет ни малейшего отношения, но по каким-то звучаниям, по звучанию текста, по звучанию голоса, по звучанию инструментов это относится к кантри. Если бы люди чуть-чуть занимались, хотя бы увлекались историей музыки, они бы понимали, что кантри и русская народная музыка — это не только балалайка, а кантри американская — это не только банджо. Но так вот, когда в Америке кантри певица, никогда не вспомню её фамилию, зарабатывает 56 миллионов баксов в год, вот Бабкина бы так зарабатывала, да, ну, я имею в виду вот в России, наша русская традиция и музыка потеряна почему-то или, может быть, как-то сознательно, умышленно отодвинута какими-то вторыми-третьими эшелонами. А вы, как мне кажется, как раз-таки пытаетесь возрождать ту самую традицию 80-х годов, 70-х годов. — Вот Кирилл, надо сказать, что он же как бы в группе пишет музыку Кириллу Безродному, да? Вот он. И, ну, естественно, черпает вдохновение. — Никита помогает им? — Очень. — Это важно, потому что он сейчас мирный человек. — Увлечён русскими песнопениями, древними причём, то есть, черпает оттуда много своего вдохновение. — Ну, оттуда ещё пока мало, но в принципе... Мне вообще нравится творчество Владимира Мартынова, например, который тоже очень интересуется как русской, так и европейской музыкой до XVIII века, потому что то, что с XVIII мы более-менее знаем, а то, что вот XVI-XVII век это знают только специалисты, а ведь русская настоящая народная музыка, она идёт, в общем-то, оттуда, и она совсем не похожа на то, что вот, ой, мороз, мороз, то, что мы сейчас все привыкли называть русской народной музыкой. Ну, и сейчас не будем в это вдаваться. — Я как-то смотрел... Мы смотрели фильм «Четыре». Сейчас я дам слово Никите, рвётся на микрофон. Смотрели фильм «Четыре». Кому неведома эта картина, рекомендую посмотреть. Фильм, которым снимались в основном не артисты профессиональные, а бабушки деревенские. Вот что такое Русь настоящая. Язык, на котором они говорят. Но я могу примерно попробовать как-то по-актерски ещё вспомнить, как они делают это всё. Но там, помимо вот этих слов, которые они употребляют, то, что мы называем матом, это не мат, они им разговаривают. Весь фильм. Причём это так красиво вплетается вот в эти слова, это так красиво вплетается во всю эту речь, это глубинка России. Вот это и есть. — Из песни слов не выкинешь. — И песни такие же. А мы почему-то действительно, кроме «Мороз, мороз», ничего другого русского наружу не вытаскиваем. Нельзя так, нельзя обижать человека. Что-то хотелось бы сказать. — На самом деле, когда вы говорили про кантри, ну вот, на мой взгляд, как раз вот кантри показывает именно такую вот гомогенизированность американской культуры. Ну, и потом эта гомогенизированность стала родовым свойством массовой культуры, которой, конечно же, без Америки быть не может. А вот, на мой взгляд, более американская как раз это не кантри, а блюз. Потому что в кантри столько истоков разных. Там и немецкие, как бы, истоки, и немного английская баллада. И откуда-то там взялось, нет, даже не банджо, а домро. Нет, фу, не домро, а как это называется? Добро такой есть инструмент этот сербский. И мандолины там довольно много. Да, так что кантри — это тоже, в принципе, как бы нечто гомогенизированное, что нам Америка и подарила. — Папа, с кем ты сейчас разговаривал? Спасибо, Никита, большое. Спасибо, дорогой. Мы сейчас будем песню петь. Я тебе сейчас анекдот коротко расскажу. Очень один из любимых анекдот. Один из любимых. Когда мальчик лет, наверное, четырех сидит сзади в машине, а папа за рулем едет по городу. Мальчик ест яблоко. Папа в своих мыслях, и мальчик вдруг говорит, папа, а почему, когда я откусываю яблоко, белая вот эта часть внутренняя потом становится желтой? Ну, папа услышал вопрос. Говорит, понимаешь ли, сынок, дело в том, что яблоко на 80% состоит из железа. Железо, вступая в химическую реакцию, с кислородом, окисливается, если говорить по-русски, ржавеет. И именно эта ржавчина выползает потом на яблоки. Тишина долгая. Вдруг после этой тишины хруст откусываемого яблока. Папа, а ты с кем сейчас разговаривал? Да, гоменинизированное. Спасибо тебе большое. Понимаете, в чем дело? Спасибо. Да, я понял примерно смысл. Но дело в том, что, например, такие вещи, как теория струн или режим Чаушеску в Румынии, я, как ни странно, узнал от рок-журналов. Гениально. Я не думал, что здесь можно поговорить. У тебя есть дети? Скажи, пожалуйста. Нет, и никогда не будет. Это не мое. Дети не твои? Не мое совсем. А сам процесс? Процесс преподавания детям. Я понимаю, что если бы детей вообще не было, я бы остался без работы. Но для себя бы я такого не хотел. Я о другом процессе, Никит. Ну, ладно. Мы об этом с тобой после эфира поговорим. Что будет сейчас у нас в писенном творчестве? Баблгам. Сейчас как раз о рок-н-ролльчик очередной. А вот потом будет вещь как раз... Вот мы говорили о корневой музыке. Но, к сожалению, это не то русское влияние, о котором я упоминал. Это скорее английское верджинальное влияние, такая стерилизация. А сейчас пока просто рок-н-ролльчик. Как всегда, живой звук. В программе «Живые» здесь сегодня и на Пиорс. Погнали. Ну, конечно же. Быстро. Ну, конечно же. Субтитры сделал DimaTorzok 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 страны. В общем, мы отрываемся как можем во главе с Вовой Терехом. К сожалению, сейчас раз в полгода где-то концерты, но группа существует. — Ну, то есть даёшь жару? — Да, бывает, бывает. — Это клёво. — Бывает и тихая музыка, очень тихая. — Не, бывает и тихая, да. — Бывает и тихая. — Хорошая. — Не нравится. — Бывает громкая хорошая, бывает тихая хорошая. — Вот что хорошо в музыке, она бывает разная, но вся хорошая. Скорее всего, джазовая школа, да? — У меня? — Да, нет. — А какая? — Вообще ни разу. — А какая? — Школа, ну, всё-таки роковая, и, наверное, самое главное влияние на меня всё равно оказал Битлз. — Всё же Битлз. — Это скрыть не получится. А потом уже, может быть, панк-рок немножко присоединился, как протопанк. — Ну, в общем, я смотрю на человека, да, на человека, который в костюмчике выглядит очень так, я бы сказал, даже элегантно, где-то импозантно в каком-то смысле, и вот он так это вот по панку пошёл. Хотя нет, сейчас всё меняется в жизни. Действительно, панки сейчас переносят нам в студию тортики белого цвета. — Да, постпанк. — Да, постпанк. — Бывает такое. Но гитарка-то тоже, надо сказать, модненькая, серьёзненькая гитарочка-то. — Ну да, это мой любимый инструмент, я его, в общем, полюбил, его звучание с детства, и, наверное, мой самый такой кумир, это, который играл всегда в инструменте. — Ну, его Риком называются, короче, Риком Бекер, да. — Да, Рик Сквайр. — Да-да-да, сколько ему? — Инструменту? Ну, не так много, как остальным, он всего лишь десятилетний инструмент. — А, выглядит так хорошо. — Да, я привёз его из Америки, потому что они здесь не продаются, как ни странно. — Это понятно, это понятно. А что касаемо инструмента, если говорить уже о том, что ему так как будто бы 10 лет, а ведь он стилизован-то немножко как-то под более раннюю эпоху, я так понимаю. — А этот инструмент в неизменном виде выпускается уже с 50-х годов. — Ну, собственно, да. — С конца 50-х. — Поэтому как отличить инструмент, которому 10 лет, от инструмента, которому 20 лет? — Только по маркировке. — 30 лет. — Ну, в принципе, да. В этом и фишка инструмента. Смотришь на него и понимаешь, эти люди знают только музыки, они купили инструменты, которым уже о-о-о-о, сколько. А почему так, кстати, вот тоже вопрос тебе как басисту, почему так музыканты, особенно басисты, кстати, я замечал, любят наигранные инструменты? Ну, не тот, который новый в магазине, а которому уже сколько-то, сколько-то лет. Ведь он же был в чужих руках, энергетика чужого человека там, возможно, как-то, может быть, не та, которая нужна. — Ну, ничего страшного. То есть, во-первых, качественный инструмент, чем он старше, тем он лучше звучит. Это общее правило деревянных инструментов, по крайней мере. А он, безусловно, из дерева сделан. — Да ладно? — Да, вы представляете? — Удивительно. — Да. — Да. — Вот, то есть, сохнет деревяшка. Сохнет деревяшка, и это добавляет, как бы, не такие обертона интересные, с каждым, наверное, годом. Вот, и плюс наигранные. — Я понимаю, почему Мальвина так и не вышла замуж за Буратино. Я теперь понял. — Да, сохнет деревяшка. — Сохнет деревяшка-то. Сохнет деревяшка. А сейчас вдруг вспомнил, опять же, научное название. Я сейчас блесну. Блесну перед Никитой. Блесну. Как по-научному называется Буратино, знаешь? — Пиноккио. — Не, это по-итальянски. По-научному антропоморфный гендромутант. Вот так. Я отыгрался на нём. Я на нём сегодня отыгрался. Спасибо большое. Давайте дальше поиграем. Я так понимаю, что сейчас будет анонсирована немножко раньше, так, Кирилл, тобой какая-то такая особенная какая-то вещь? — Ну, попробуем сейчас её исполнить. — А что это будет? Как называется? — Это довольно-таки рентганами исполняемая песня «In the Forest», как раз написанная под влиянием английских фриджурналистов конца XVI века. Ну, такая стилизация. — Как всегда, живой звук. В программе «Живые» Инна Пиверс. Поехали. Играет музыка. Продолжение следует... 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 Он вообще ничего не покупает Современный человек скачивает отдельными песнями Для кого получается пластинка? Пластинка для поклонников, болельщиков, коллекционеров Которые возьмут эту пластинку А в принципе народу пластинки не нужны Совершенно не нужны Народ, вам пластинки нужны? Сейчас тебе скажут народ, нужны им пластинки или нет Если нужно, то виниловые скорее Потому что винил не скачать Много винила, на самом деле А покрутить не на чем Как-то продали все дело Народ, рассказывайте давай Нужны вам пластинки? Сейчас речь идет о кругляшках, как их называют Или не нужны? Давай, рассказывай, чего? Так, ну, это когда вы сказали про эту группу Йорш Я вспомнил на самом деле вот 90-е годы Когда еще вроде как интернета не было Что вот та же самая история была с одной тогда жутко-жутко популярной командой Которая называлась Пролежняя Да, есть такое дело, да Была такая группочка, да Вот народ пишет Константин Твердый нужны Алена Рукасович пишет Конечно нужны Андрей Архивович как-то не покупают А вот вообще покупают Роман Усульцев нужны Тиняков, ну, зря ты так Вот зря, зря Нужны пластинки Нужны С одной стороны Человек может Запишите их имена Имена, фамилии Он хозяин своего слова Он слово дал, слово забрал Потом посмотрите все это дело В переписке Обнаружите этих людей Вопрос вот в чем На самом деле с одной стороны Можно все скачать Да, а с другой стороны Есть такие люди Которым важно иметь Вот эту самую пластиночку С полиграфическими всеми делами Красиво Может с автографами Даже музыкантов Это тоже особый шик Иметь такую пластинку Здесь стоит вопрос о виниле Потому что винил Действительно не скачать И потом это Большая обложка Это и также артворк Как бы То есть Ну это Это сразу и картина Но это вещь Это вещь И которая и звучит по-другому Совсем старовер Ну совсем старовер Ну естественно У нас вот как бы Есть несколько иная проблема Другого характера А именно В плане Участия в различных фестивалях Вот мы вам очень благодарны Что все-таки Радиостанции Вы нас так хвалите Пригласили к себе на эфир На самом деле Мы тоже считаем Что мы очень Очень интересная группа Но дело в том Что вот Как бы Нет такого Формата Что ли Похожих на нас Особо групп Хоть и там И сравнивали поначалу Вот поэтому Когда какие-то Проходят фестивали То Психоделика За счетом Нео-психоделика Больше это другие Как бы Мы не подходим Не под один Какой-то стандарт Что ли Это хорошо И от этого В эфире своего радио 350 групп 350 В ротации 350 Которые не подходят Чаще всего В большинстве Суни под какие форматы Мы это любим И мы считаем Что это и есть Просто хотелось бы Чтобы мы как бы Звали нас Какие-то фестивали Давай-давай Форматы придумывают Молодец Правильно Это вообще Коммерческая составляющая Надо петь дальше И я так понимаю Что еще три песни Нужно успеть спеть Да Вот поэтому Надо постараться Их уложить Еще в оставшееся время Что будет у нас дальше Вторая песня На русском языке Я отпускаю тебя То о чем Именно Говорила Как всегда Живой звук В программе Живые и на пиворс Поехали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Я отпускаю тебя Все так смешно И больно Не смотрю Субтитры Алексею Дубровскому Жизнь потечет Бессмысла Только В сердце мое Маленькое Убийство В небытие Уйду от мира Так и не стану Я твоей Милый Нежный мой друг Может забыть тебя Скорей Субтитры Алексею Дубровскому Музыка Рыбникова что ли? На серебряном Дожденном То же самое сказали Но оно читается И это хорошо На самом деле Я Рыбникова очень люблю Это один из шикарнейших Композиторов Кто сказал что это плохо Да Это один из тех людей Которые на меня Повлиял не менее чем Сид Барретт Или Лурит Например Вот Алексей Рыбников Владимир Мартынов Эдуард Артемьев С Гладковым кстати Мы Геннадием Работали С Виа Дикие Гитары Да ладно Да Прям вот Даже репетиции У него дома проходили Вот у нас сыны А что сейчас? Ну сейчас Геннадий Игоревич Не очень хорошо Ничего Тоже Дай бог здоровья Будем Может еще один год Готовить концерт Будем Это замечательно Что вы этого всего Не оставляете А вот Я вообще люблю Больше книжки читать До сих пор еще Книжки читать Вот такие Бумажные Когда Листочек Вот это вот В гаджете читаешь Вроде бы как Неполноценная Какая-то история Получается Можно один раз Похвалюсь только Давай давай Хвались У меня коллекция Из полутора тысяч Виниловых пластинок Это еще папа собирал С мамой что-то Нет Слам? А подожди А когда? Время-то прошло Уже Винил Сами проигрыватель Тут у тебя остался? Они новые продаются Нет проблем Нет Нет Понятно Но у тебя еще С тех пор проигрыватель Нет Проигрыватель новый А вот винилы все старые Обалдеть Но их же надо Аккуратненько слушать Чтобы не затереть Чтобы цик-цик Нигде ничего Это отдельное Это отдельное удовольствие Протирать их надо особо Я помню Как это все Еще в старых этих проигрывателях Были такие протирки специальные Я вот ими не пользовался Потому что они царапали все равно Специальная тряпочка О-о-о Как сейчас вспомнишь Так Диски сейчас Не носители информации Пишет Юлия Усова В смартфон их не засунешь Каждый диск Как история Связанная с этой группой В магазине ведь диски Не купишь Получается то Подарили Прислали На концерте Приобрела Автографы собрать Это коллекция историй Так что Вот это вот Аккуратнее Так с дисками-то Нужны 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 Давайте дальше петь Потому что можем не попасть В программу вашу Что это будет? Еще одна лирическая песня Miss You Soul Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня Не пьешь Погнали Субтитры создавал DimaTorzok 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 А также вопрос Выступает ли группа за рубежом? Ну кроме Риги Кстати Рига побратима с городом Бремен Откуда бременские музыканты? Чем-то и пиво напоминает Ну вот Не один я это чувствую Выступает ли где-то за рубежом? Насчет за рубежа у нас Интересная ситуация То есть Вообще Нас там крутят на радиостанциях Никитос не выездной Никитос не выездной Почему не выездной? У него паспорт кончился Да Вот А мы Кстати у нас Вот действительно так бывает Когда куда-то зовут То вечно у кого-то нет паспортов А Когда они есть Никогда не зовут Не ну у меня реально Однажды пришло приглашение Сразу спам Я потом обнаружил спустя год Вот Но Ну не будем сейчас об этом На самом деле Мы люди не очень Как бы Такие интернетные Скажем так То есть Я знаю Многие музыканты сейчас Очень себя удачно продвигают Мы же ни с кем не общаемся Мы Не специально Не специально Но просто вот Другого может поколения То есть Но я знаю Что за рубежом Нас тем не менее любят Вот То есть На саундклауде Например по статистике Процентов 8 слушают К сожалению не в России А в Америке Например И там очень большие прослушивания Кстати Очень хорошие отзывы И с нами Ну в общем Были некоторые возможности Которые мы упустили Вот Но пока вот Западом не срослось Хотя мы с Равкатом Ездили на гастроли Но с другим составом Вдвоем Ну мы принимали участие В не будем называть В очень поп коллективе При этом Это тоже был Затсоис Не хочу Не хочу Не хочу При этом это тоже была Группа Затсоис Внутри этого коллектива Там в принципе Она и родилась Да Внутри этого коллектива После эти расскажешь Мне прям интересно Расскажут хорошо Мне прям интересно Семен конечно рассказывал Что это за коллектив Кстати что касается Если иметь в виду зарубеж То мы вот говорили Перед эфиром Да интернет Он же ведь Очень многие вещи решает Нас не звали Но мы с удовольствием Нас слушают Всюду Всюду Это да И сегодня аудитория у вас Огромная И географически огромная Это не только Россия Украина Беларусь Там не знаю Казахстан и так далее Это шарик земной Это и Канада Я просто вижу Я знаю этих людей Уже они постоянно здесь Это и Канада Это и Штаты Это и Лондон Ну Британия То бишь и так далее Понятно что это русскоязычные люди Но они же тихонько Подсаживают на радиостанцию И на музыку Которая тут играется И коренных Здесь у нас человек Например Живет в Штатах А сосед по дому У него нормальный Джон Джон Я не помню как его зовут Джерри Джерри Американский Джерри Обычный нормальный работяга Вот Товарищ наш Ну я имею ввиду слушатель Он включает колонны Погромче и слушает программу В 8 вечера Там другое время А тот всяк раз ходит домой И в это время Проходит Садится с ним вместе И слушает Особенно когда поют по-английски Ему нравится Он говорит Надо же Русская группа Ох как хорошо поет То есть мы так потихонечку Распространяем влияние Русской мысли Семен Я вот заметил такую штуку Об общениях С иностранными слушателями Что они Ни с чем не сравнивают Это правильно Почему-то Они не сравнивают А некоторые Которым чуть-чуть За 40 восхищаются И говорят Ох ты Это ведь очень интересно Вы играете такую Замечательную музыку Они говорят Ох ты Это ведь 60-е Это ведь там Похоже на то и на сё Нет Просто говорят Очень хорошая музыка Современная психоделика Но у них другое Немножко музыкальное Образование И воспитание Само по себе У них просто Эта музыка Она сейчас актуальна Очень в Америке Это с одной стороны А с другой стороны В принципе сравнивать Почему у нас происходит Сравнение Я аудиторию потихонечку Стараюсь приучить Потому что сравнивать В общем не совсем правильно Но когда эти сравнения Появляются Я о них читаю Сознательно совершенно Для того чтобы И вы понимали Что если уж сравнивают То совсем не с плохим А в общем-то Ставят на планочку Достаточно высокую Я ничего не имею Про эти сравнения Вот лично я Например Не-не-не Просто это парадокс Когда речь идет о сравнениях Я объясню почему Все дело в том Что зная немножко радио Американское Потому что оттуда Изм есть Аз есть Русское радио пошло Зная немножко Американское радио Я понимаю Насколько оно разнообразно И насколько много Разноплановой И разнообразной музыки Крутится на FM радиостанциях На спутниковых На интернет радиостанциях В Штатах вообще В принципе в Европе И люди воспитаны на том Что и джаз это хорошо И блюз это хорошо И рок-н-ролл это хорошо И психоделика это хорошо У нас к сожалению Наверное это время Слава богу оно проходит Я это чувствую У нас люди заточены Вот на чем Ты что слушаешь Рок-н-ролл Не-не не пойдет А ты А я не уж люблю Все эти люди Никогда дружить не будут На американском сборном концерте Если выйдет на сцену Ну скажем Ну представить себе Такой концерт Было бы любопытно Конечно Такой большой сборной Выйдет на сцену Ну какая-нибудь Риана А следом за ней Совершенно нормально Может выступить Металлика Да Или Аэра Смит Запросто Попробуйте у нас Такой сборник собрать Да народ заплюет одних А потом Драка будет Абсолютно Вот в этом проблема Как только в России Люди начнут понимать Что музыка Она разная И она хорошая Не потому что Она не нравится тебе Она плохая Она хорошая по определению Надо только увидеть В этой музыке что-то Семен На последнем концерте К нам подходит Как бы Держатель Или там Ну не знаю как сказать Владелец Владелец Другого клуба Он говорит Я и здесь И там Вот И говорил Ну хотел Как бы до концерта Нас к себе Сразу же позвать Когда послушал Там несколько песен Вот Причем не быстрых Он как-то попадал На них вот заходил Да И он говорит Ну у вас очень такая Специфическая группа Вы нам не подойдете Просто У нас вот как-то любят Больше там Рок Или что-нибудь Там Рукинрольчик Или там Ну там Рус-рок Ну что-нибудь такое Вот Как бы Вы тогда должны С собой привести Свою публику Вот это деление Оно и раздражает Нам надо бы Финалиться А давай Да Я просто хочу Заметить Ну очень Хорошую тенденцию К нам стали На концерты Приходить ребята От 17 до 20 лет И им это ново Они Извините Обалдевают От того Что видят И слышат Они никогда В жизни такого Не видели И не слышали Вот дай вам бог Как можно больше Приводить на свой концерт Молодых Молодых слушателей Нам надо уже играть Финалиться Чем мы закроем Сейчас мы Сыграем как раз Рок песню Отлично Вот Чтобы показать Что рок тоже И на этом мы Закончим сегодняшний эфир Сына и пива К сожалению Времечка наша вышла Завтра в программе Живые Группа Летчик Потапов Это совершенно другая музыка Абсолютно другого Состояния С вами прощаемся Спасибо вам огромное Будьте здоровы Счастливы Развивайтесь Пока Субтитры 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 Субтитры